Язык народа Аймара. Ну, Аймара, кстати, вообще в хорошем положении, потому что это официальный язык Боливии, там довольно много в Боливии этих индейцев Аймара. Кроме того, он имел вообще-то официальный статус даже до испанцев, то есть была такая империя Уари, там был язык официальный Аймара, и при инках тоже региональный язык этой местности тоже был Аймара. Кроме того, там вообще один из немногих индейских языков, число в носителе более миллиона человек, и всего на Аймаре говорит 3 с лишним миллиона человек, примерно 3-100. То есть он вообще как бы по числу в носителе довольно распространенный. Используется латинский алфавит, нормированный. Фонетический, три гласных всего, А и У. Ну и две степени долготы, то есть они могут быть краткие и долгие. Согласные, вот довольно развитые, что для индейских языков Южной Америки не очень-то и характерно. Так вот тянет уже на кавказские, ну и североамериканские тоже могут быть с развитыми согласными. Значит, что мы тут имеем? Противопоставляются глухие, придыхательные и абруктивные. Имеются палатальные, то есть мягкие, по полной, да, полная группа мягких. Заднеязычные тоже, всех видов. И угулярные имеются, то есть которые на язычке сзади произносятся. Вот. Ну, в общем, такая развитая структура согласных. Ударение обычно на предпоследнем слоге. Из-за долгих гласных может сдвигаться, впрочем. Обсуждается наличие родственников, как обычно, то есть родственные языки. Считается, что аймара родственны языку хакару и языку кауки, который там рядом есть, но они малочисленные. То есть, где-то порядка на хакару 3000 человек говорит о кауке, практически вымер. Кроме того, примерно 30% слов аналогичны с языком кечуа, то есть языком инков. Поэтому родство предполагают, однако грамматика все-таки порядочно отличается. Скорее всего, 30% сходства это потому, что много заимствований. Причем заимствование, видимо, в обе стороны. Это два народа, которые длительно жили вместе. В одной империи инков в том числе. Поэтому, вот, видимо, по этому. Там 30% сходства. Хотя, любители объединять индейские языки в одни группы, действительно, объединяют это все в группу кечу-мара. То есть, кечуа и аймара. И также пытаются сближать с сарауканскими языками, с мапучи, о которых я уже говорил, с саравакскими и с тупи-гуарани. То есть, с крупнейшими группами Южной Америки. Ну, вот это все из области такой вот фантастики. Типа, раз они рядом, то должны быть родственные. Точно там родство все-таки не доказано. Еще в империи инков был закон, ну, который записан позднее был испанцами, что, значит, на территории, где живут эти самые аймара, там в качестве главного языка признается их язык. Как инки написали, поскольку он очень распространенный и легкий. Ну, то есть, легкий для инков, да, для нас довольно сложный, на самом деле. Ну, с точки зрения кетчуа, он легкий, потому что там 30% слов такие же, как кетчуа. В настоящее время в основном это в Боливии, но есть они также в Перу. Значит, в Боливии 2 миллиона 256 тысяч человек, в Перу 732 тысячи, в Чили 53 тысячи, в Аргентине 41 тысячи. Есть диалекты, центральный диалект это в Боливии, конечно. Южный диалект это вот как раз в Перу, и в Аргентине еще есть аргентинский диалект. Аймара. Ну, про аймара не знаю, много рассказывают. Я его сам учил, но он какого-то большого впечатления, что какой-то странный он не произвел, и поэтому я думаю, что это реклама. Во-первых, говорят, что уникальный язык, основанный на троичной логике, ну, не знаю. Можно эту троичную логику во многих языках реконструировать. Умберто Эко его раскручивал, постмодернист итальянский. Умберто Эко, в частности, писал, что очень гибкий язык, в котором можно много неологизмов образовать. Ну, я могу умберто Эко много еще языков привести, которых можно неологизмов многообразовать. Ну, также отличают, что там, значит, различается грамматически, наблюдал ли говорящий сам непосредственно событие или нет. Ну, тут очень много тоже языков по ходу этих обзоров приводил, в которых различаются грамматически. Ну, то есть, в Ваймара четко различается, видим мы непосредственно объект или нет, то есть проблема реальности, либо известен нам объект или неизвестен в конкретных грамматических категориях, в том числе в глаголе. Ну, на самом деле, это вещь распространенная в языках, просто в европейских такого нет, ну, в индейских и, не знаю, в японском тоже соответствующая есть форма. Ну, в общем, в неевропейских языках такое часто, на самом деле, бывает, так что это, видимо, просто люди первый раз такой язык выучили, в котором много категорий логических и, так сказать, вот, рефлексируют. Ну, в частности, кстати, Аймару предлагали использовать как промежуточный язык при машинном переводе в связи с загрузкой логическими категориями языка. Кроме того, часто говорят, что Веймара, лингвистический анализ всяческих фразеологизмов и грамматических форм показывает следующее. Вот мы обычно считаем, что будущее впереди, и, кстати, так и говорим, да, допустим, лучшее впереди. Вот, а прошлое у нас сзади. Так вот, в Аймаре, наоборот, у них прошлое впереди во всех фразеологизмах, в зачитаниях, да, а будущее у них сзади. Это, опять же, связано с тем, что в языке большое внимание уделяется реальности. Прошлое более реально, потому что прошлое мы знаем, а будущее мы не знаем. Поэтому, как бы, вот, с нашей точки зрения, в нашей языковой картине мы идем вперед, да, из прошлого в будущее. А Аймара, они пятятся назад, потому что они прошлое видят, а будущее, к будущему они спиной идут. Ну, такая позиция, причем, более логична, потому что, действительно, будущего-то мы не знаем. Поэтому, да, логично говорить о том, что впереди у нас прошлое. Потому что его мы знаем, его мы видим. Вот такие дела. Ну, надо сказать, что в Кечуа так же. Поэтому они родственные, у них даже картины мира примерно одинаковые у этих индейцев в Южной Америке. Есть википедия на языке Аймара, есть учебники. В принципе, я учил, но мало. Так как я больше, конечно, с грамматикой разбирался, что учить, я же не в Боливии, да. Ну, есть неплохие песенки на Аймаре, на Ютубе тоже они есть, кстати. При всей загрузке категориями язык вполне такой звучный, петь можно. Ну, морфологический я кратко делаю, тогда не по учебникам, я делаю по Википедии английскому. Морфологическую христистику краткую, потому что, ну, Ютуб, курс не собираюсь же делать. Значит, морфологический это агглютинативный язык. В котором в основном суффиксы. То есть, в этом плане тоже напоминает алтайские, там и так далее, известные нам языки. Причем различаются группы этих суффиксов номинальные, то есть, которые идут на существительное, ну, на имя, да. Вербальные на глагол, транспозициональные, которые преобразуют существительное в глагол. И всякие, и все остальные, короче, не квалифицированные. Ну, вот вырезаю я все-таки таблиц просто нет в английской веке. Вырезаю, что они сообщают. Вот номинальные суффиксы. Ну, они, во-первых, обычные, как у нас, деривациональные. То есть, там, допустим, суффиксы родства, суффиксы там уменьшения, увеличения, да. Потом есть всяческие суффиксы номинальные, которые напоминают наше склонение, да, изменения по падежам. В частности, есть позитивная парадигма. Ну, это, видимо, вот это вот изменение по лицам, так как, допустим, науатли. То есть, мой, твой, там и так далее. Множенное число, суффикс нака у них. Ну, и 14 падежей. Причем, особенность такая, что падеж, он ко всей группе добавляется. То есть, вот, существительное образует некую группу, где есть главное слово и зависящие слова от него. Там, допустим, прилагательное зависит от существительного. Или от существительного могут быть посетивы зависит, допустим. Дом дядюшки. Там, это вот все группа. Так вот, падеж идет на всю группу в конце. При этом, сам падеж относится, естественно, к главному слову в этой группе. Как правило, 14 падежей там просто... Говорю, как правило, потому что там есть диалекты, да? Ну, и вот тут они перечислены. В общем-то, падежи-то обычные. Вот как в языках, где много падежей по типу финского. Примерно вот такие падежи и Ваймара. Только показатели, конечно, свои. Что касается вербальных суффиксов, то, как правило, они деривационные. То есть, они обозначают направление, движение, расположение, движение в пространстве. 9 суффиксов обозначают, где действие в пространстве происходит. Ну, это как у нас приставки глагола, на самом деле. Изменение валентности. 5 суффиксов изменяет валентность. То есть, количество аргументов у глагола. Допустим, из непереходного в переходный преобразует. Аспект. Довольно много суффиксов аспекта тоже. Ну, это, в общем, то, что в обычном языках мы встречали. Интенсификатор и так далее. Ну, тут вопрос в том, что язык экклютинативный, таких суффиксов много. Поэтому я говорю, что предельно логичный. Дальше изменяются по времени и по лицу. Естественно, то есть, развитая парадигма по числу. Вот есть даже множественное число глагола. Отдельный суффикс. То есть, вот почему вербально и номинально у них отличаются. Допустим, если номинально, то есть, если существительный, то один суффикс множественного числа, а вербальный суффикс другой. В то же время множественное число опциональное. Тут написано, то есть, мы можем его ставить, можем нет. Если мы подчеркиваем, что много действует, тогда ставим. Ну, и развитая модальность, о чем я уже говорил. То есть, имеется в виду отношение к действительности. Транспозициональные это, естественно, вербализаторы, либо номинализаторы. То есть, либо они переводят существительное в глагол, либо глагол в существительное. Ну, и всевозможные всякие другие суффиксы, которые, допустим, эмфатически, то есть, подчеркивать, что вот эта информация важная. Он может быть и у существительного и у глагола. Потом у них распространены суффиксы, которые ставятся просто на конец всей фразы. То есть, суффикс, который ставится на конец всего предложения, отражает, естественно, общее отношение к предложению. Допустим, что это предложение добавляет новую информацию. Это что-то аналогичное нашему союзу, но у них оформляется как суффикс. Ну, и так далее. То есть, могут быть суффиксы на все предложения в целом. Ну, вот такой достаточно интересный язык. Ну, там, поскольку их много, этих суффиксов, там покопаться есть смысл. Вот у нас известный этот самый язык, где много-много всяких нагородили это суффиксов искусственные. И в Куиль, там, да, и в Куилю. Я про него делал отдельный обзор. Вот и в Куиль, это тоже на самом деле там в Южной Америке, и, возможно, под влиянием Аймары сделано. Потому что в Аймаре действительно их много, этих грамматических форм всяких. И довольно странных, на наш взгляд. Ну, в смысле, по выражаемым значениям. А так-то они простые, а не просто агглютинативный язык суффиксальный. Образуется просто. Как обычно, в состоянии возрождения созданы учебники неплохие в Боливии. Особенно на испанском можно хорошо Аймару выучить. Я листал их. В Боливии и в Перу имеются всевозможные программы образовательные, которые позволяют выучить. Ну, и в интернете тоже есть сайты, соответствующие. Даже Википедию осилили на этом языке. Ну, кечуа, конечно, проще. И кечуа более там представлен в Перу-то. Ну, Аймара тоже. Вот, если такие уж учить, если языки Южной Америки, то кечуа и Аймара. Два наиболее хорошо документированных, имеющих определенную традицию, преподающихся, имеющих миллионы носителей. Вот это вот самые-самые там и будут. Продолжение следует...